Всем привет! Уже середина сентября, Московская область. Я начинаю убирать теплицы, по крайней мере я начну с томатной. Перечную огуречную буду убирать попозже, ближе к концу сентября, потому что очень много еще перца дозревает на кустах. И еще идет забор урожая огурцов, которые я высаживала в третьем обороте. Теплицы я мою дважды, это в обязательном порядке осенью. И саму теплицу я обрабатываю почву в теплице. И легкая уборка весной тоже обязательно. Несколько дней я посмотрела, сейчас будет тепло в Московской области, поэтому хочу убрать хотя бы томатную теплицу, потому что дело будет с водой связано. И хотелось бы, чтобы хотя бы на улице было тепло. Итак, для начала что я сделала? Это обобрала все томаты, разделила их здесь по кучкам. Это у меня, грубо говоря, так, на дозаривание уже томаты практически поспевшие или в молочной спелости. Получился один вот такой ящик, это зеленых томатов собрала, такие более-менее крупные и средние. Но они тоже такие, знаете, в молочной спелости, в легкой. Я думаю, что они дозреют. Вообще, я зеленые помидоры не люблю собирать, но вот со всей теплицы вот один ящик. Это томаты я выделила, это с бочками уже начинают портиться. А это все зрелые томаты. Это сейчас на еду. Так, сняла бирки с томатов, это на следующий год еще пойдут. Сотру, помою все, сотру вот этот фломастер и буду использовать их второй раз. Замечательная вещь, между прочим, ни одно название не выберела. Так, остались, конечно, у меня еще вот такие томаты висят. Они все мелкие. Я их даже не стала собирать, потому что они в любом случае не дозреют. Это сержант Пеппер сорт. Ну и так дальше. Чериков здесь, конечно, очень много еще нет несозревших. Ну, все оставила, ничего не буду собирать. Все равно вкус уже будет никакой. Так, и сейчас, по крайней мере, сегодня я что сделаю? Это, конечно же, уберу все растения. Я убираю полностью с подвязкой. Подвязка у меня здесь натуральная нить. Я частями, ножницами обрезаю растения. Корень оставляю и выношу. Всю ботву томатную я буду сжигать. Как, собственно говоря, и мульчу. Мульча у меня солома. Здесь небольшой слой остался. В течение лета большую часть соломы почва уже съела. А здесь такой, знаете, вот. Остался прям, видите, небольшой слой мульчи. Прям маленький. Солому я тоже буду сжигать вместе с ботвой, чтобы хорошо разгорелась. По опыту скажу, что все-таки надо мульчу убирать. Потому что, чтобы не было никаких болячек здесь и так далее. В принципе, у меня здесь ничего и не было. Но все равно я мульчу меняю каждый год. То есть на следующий год будет здесь свежая солома. В проходах мульча, это хвойный опад, я не меняю. Она здесь так и остается. Тоже, видите, остался очень маленький слой мульчи. Почва практически все съела. Хотя здесь был слой, ну, в полбортика я укладывала. Здесь мульчи в проходах, наверное, 4 мешка я высыпала хвойного опада. Почва каждый год все съедает. Возможно, что весной я буду подсыпать сюда. Итак, что я сделала? Ну, для начала, конечно, я собрала все оставшиеся помидоры. Затем срезала и вынесла томатную ботву. Весь подвязочный материал я тоже срезаю и выношу. Никогда не оставляю веревки на второй год. И вынесла также, собрала всю мульчу. Мульча у меня это солома. Вот вместе с ботвой, с веревками все я это буду сжигать. Затем я слегка лопатой вскопала грядки. А при этом, конечно, я вытаскивала все корни и засыпала в каждую грядку по 2 мешка перепревшего перегноя коровьего. Ему 3 или 4 года. И плоскорезом слегка заделала в почву. Чуть-чуть обновила земли, так сказать, в грядках. Междурелья я не трогала. Здесь у меня засыпан хвойный опад. Я просто обновлю его, засыплю сюда еще мешка 3 и все. В принципе, вот у меня теплица уже готова к завтрашнему дню. Завтра мне останется только сначала промыть стены, потом обработать стены. Они у меня стеклянные. И обработать еще почву. И теплица у меня уже будет готова к следующему сезону. Итак, для начала я просто промыла стены обычной водой из керхера. Здесь застелила мешки для того, чтобы земля не пылила на стекло. И сейчас буду промывать стены теплицы. Для этого использую вот такую швабру. Она у меня уже года 4. Здесь насадка микрофибра. Очень мягко, хорошо моет стекло. И вода теплая. И растворила здесь антибактериальное, здесь дезинфицирующее средство. У меня альфа-дес. Использую любое. Вот под рукой оказалось это. Можно использовать даже просто хозяйственное мыло. И буду промывать стены теплицы. И затем опять смывать обычной водой из керхера. Вот так. обработку стен теплицы я закончила я также обработала и деревянные бортики грядок и междурядье сейчас я подключила колодезную воду чтобы очень хорошо пролить сами грядки и затем я уже буду вносить бактерии сюда грядки в теплице я уже пролила водой и знаете нужно не просто смочить верхний слой земли нужно пролить хорошо потому что почва очень сухая в теплице и сейчас я буду вносить бактерии я уже по сухой земле внесла атлант это бактерии помощники в процессе сейчас прочитаю атлант оздоравливает почву повышает плодородие искореняет и подавляет вредную микрофону позволяет получить здоровые сильные растения экологически безопасные полезны для здоровья урожай в общем это комплекс бактерии которые работают землей здесь 20 грамм 10 грамм идет на 10 квадратов в общем этот пакетик я рассыпала на эти три грядки и слегка заделала в почву это мне присылала фирма агросим фонд вот такой помощник использую в первый раз белый порошочек и буду проливать еще землю триходерма вериды мне нравится этот препарат здесь 30 грамм этот один пакетик я растворяю на 9 10 литров воды в общем 1 лейка и в каждую грядку я буду проливать по 2 лейки то есть мне понадобится по два пакета на каждую грядку ну вот и все теплица к следующему сезону готова я не стала сверху промывать завтра дня начинаются дожди нет смысла весной я уже говорила делаю легкую уборку тогда снаружи и помою оставила острые перцы еще в открытом грунте они у меня растут в мягких контейнерах практически уже созрели минуса у нас еще нет поэтому пускай в открытом грунте растут здесь земку не к студенческая грядочка у меня тоже все чисто хорошо даже начинает ягодки давать опять представляете так и здесь собрала сегодня патиссоны кабачки цукини я люблю когда только что в умытая теплица здесь очень вкусно пахнет чистотой значит пролила бактериями и сверху еще немножко пролила колодесной водой еще смочила землю все и теперь мне останется только накрыть землю мешками у меня нет черного кровного материала я раньше накрывала поэтому закрою чтобы земля не было голой закрою просто мешками значит сидираты в этом году опять и не высеваю потому что за ними нужно следить не просто так посеять и их нужно вырастить еще и заделать в почву у меня на это нет времени поэтому просто бактерии и накрыть чтобы земля не было голо вот и все моете ли вы теплицу осенью напишите в комментариях или вы оставляете это все на весну вот я допустим мою обязательно осенью легкая уборка весной как дело обстоит у вас пишите в комментариях пообщаемся а у меня на сегодня все я желаю вам всего самого хорошего и всем пока